Пасха Сегодня, 28 апреля, Светлое Христово Воскресенье, Пасха. Церковь вспоминает святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима, святого мученика Сухия и его дружину, мученика Савву Готвского, священномученика Александра Гневушева. Пасха – самый главный праздник Церкви. Он воплощает в себе всю суть христианства. Фактически, вера сводится к тому, что ее последователи знают, Бог умер за их грехи, а потом воскрес, и тем самым упразднил всевластие смерти для человека. Или другими словами, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Само слово «пасха» означает переход, стремительное избавление. Этим словом когда-то иудеи назвали свой праздник освобождение от египетского рабства. Христианская Пасха – это такое же стремительное освобождение всего человечества от рабства, смерти и греху. Смысл и событийное настроение Пасхи лучше всех передал святитель Иоанн Златоуст. Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо высияло прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас спасова смерть. Воскрес Христос, и жизнь пребывает. Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе. «Огорчился ад, ибо упразднен. Взял тело, а прикоснулся Бога. Принял землю, а нашел в нем небо. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен». Если Пасха – центр жизни верующего, то пасхальная радость – естественное состояние духа. Об этом особо говорили отцы церкви, наши святые и праведники. Преподобный Серафим Саровский, каждого приходившего к нему, приветствовал словами «Радость моя, Христос воскресе». Святого праведного Иоанна Кронштадтского называли в народе «пасхальным батюшкой». Еще один пасхальный урок для верующих – сохранить в сердце и нести всем окружающим эту радость, это ликование, эту любовь и весть о победе жизни над смертью. Святые Аристарх, Пут и Трофим были из числа первых семидесяти учеников Христа и последователей двенадцати апостолов. Святой апостол Аристарх стал епископом сирийского города Апамеи. Имя его неоднократно упоминается в книге «Деяний святых апостолов» и в посланиях апостола Павла. О святом апостоле Пуде говорится во втором послании апостола Павла к Тимофею. Пут входил в римский сенат. В своем доме он принимал апостолов, собирал верующих христиан. Там же он построил церковь, получившую название «Пастырской». В ней по преданию служил сам апостол Петр. Апостол Трофим происходил из города Едессы. Имя его упоминается в книге «Деяний святых апостолов» и во втором послании апостола Павла к Тимофею. Он был учеником и спутником святого апостола Павла, разделяя с ним все скорби и гонения. Аристарх, Пуд и Трофим приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне в 67 году, одновременно со святым апостолом Павлом. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Сегодня мы просим апостолов из 70 Аристарха, Пуда и Трофима. Молите Бога о нас. Святой мученик Сухий жил на рубеже первого-второго веков в Алании. Аланы считаются предками современных осетин. Сухий был военным командиром правой рукой аланского царя. По преданию, он с 17 воинами состоял в свите аланской принцессы Сетеник и сопровождал ее будущему мужу, царю Великой Армении Арташесу. В Армении проповедовал Евангелие грек Хризас, ученик святого апостола Фаддея. Знатные воины уверовали во Христа и приняли крещение. По преданию, в водах реки, где совершалось таинство, новокрещенные увидели образ Господа. 17 христиан оставили царский двор и поселились на горе Сукакете. Они вели строгую подвижническую жизнь в посте и молитве. По преданию, Господь склонился к молитвам бывших воинов и отвел от Великой Армении военную угрозу. Персидский царь отступил от границ страны. Но новый правитель языческой в те годы Алании узнал о решении бывших придворных. Он отправил отряд, чтобы уговорить Сухие вернуться и обратиться к прежней вере. Но Сухие и его товарищи отвергли предложение царя. Тогда христиан пытали. Во время истязаний мученики пели 21-й псалом. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Через 200 лет на месте их смерти священно-мученик Григорий, просветитель Армении, основал церковь и монастырь. Святой мученик Сухий и воины с ним пострадавшие почитаются в России, Осетии, Грузии и Армении. На родине их прославляют как праведников и миротворцев. Политическая история может разделять наши страны, «Но мы объединены общими святыми, к которым обращаемся с молитвой. Святой мученик Сухий и с ним пострадавшие. Молите Бога о нас». Святой мученик Савва по происхождению Год жил в IV веке. В то время среди этого племени проповедовал христианство епископ Вульфил. Принял крещение и Савва. Он вел добродетельную жизнь, был мирным, простым, скромным человеком. Когда начались гонения на христиан, односельчане Савва решили уберечь его и дать клятву судье, что в их селе нет последователей этого учения. Но Савва просил их не становиться клятвопреступниками. Он сам исповедал себя христианином перед судьей. Тот увидел бедность и скромность Саввы и отпустил его. Но мученика схватили перед праздником Пасхи вместе со священником Сапсалом. Его истязали, но на теле Саввы не оставалось никаких следов. Пытки словно не вредили ему. Когда христианина повели на казнь, даже стражники недоумевали, что сделал этот человек, почему бы нам не отпустить его. Но Савва так радостно благодарил Бога за то, что он сподобил его пострадать за него. Он воскликнул, «Исполняйте приказанное вам! Я вижу ангелов, пришедших, со славой взять мою душу!» Мощи мученика после его кончины были переданы в Каппадокию святителю Василию Великому. Святитель Иоанн Златоуст отмечал, что подвергаясь страданиям, мученики не только не малодушествовали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали и ликовали. Страдания за Христа были предельной степенью свидетельства о своей вере. Именно поэтому по-гречески мучеников называют «мартирос», то есть «свидетель». Сегодня Церковь прославляет мученика Савву Готовского и просит его как самолитвенника, предстоящего ныне пред Господом. Моли Бога о нас! Священный мученик Александр Гневушев родился в 1889 году в Симбирской губернии в семье священника. Он получил духовное образование и священнический сан. Отец Александр служил в храмах Симбирского уезда. С 1925 года Гневушев окормлял приход села Брянзина под Меликесом, современным Димитровградом. В 1929 году по всей России власти начали закрывать церкви и снимать колокола. Местные активисты пришли в храм Брянзина. Для начала Гневушеву предложили уплатить огромный налог. Когда он не смог сделать этого, дом и имущество священника описали. Вскоре состоялось общее собрание сельчан. Большинство поддержали священника и проголосовали против снятия колоколов. На следующий день 500 человек собрались около храма, чтобы воспрепятствовать активистам. Несколько дней верующие дежурили у храма, но власти больше не предпринимали попыток его захватить. А через месяц начались аресты. Иерея Гневушева обвинили в контрреволюционной агитации. Тройка приговорила священномученика Александра к расстрелу. По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники обрели подлинную свободу не только в Царстве Божием, но даже тогда, когда не боялись смерти, не клеветали на своих ближних, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Они свидетельствовали подвигом своей жизни и своей смерти об истине, которая освобождает человека в Боге. Сегодня мы прославляем священномученика Александра и просим, моли Бога о нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова